Продолжаем выпуск. 30 ноября в Тверском областном дворце культуры пролетарка прошел большой профессиональный праздник. День клубного работника 2022. Искусство, мир, любовь. Посвященный году культурного наследия народов России. На месте побывала и наша съемочная группа. О значимости этой даты и ее масштабах цифры говорят сами за себя. Всего в 580 культурно-досуговых центрах, поселковых и сельских домах культуры Верхневожья трудится более 4 тысяч с половиной творческих коллективов. Этими талантливыми и неистащимыми на творческую энергию людьми только за прошедший сезон организовано и проведено 88 704 культурно-массовых мероприятий. Все мы работаем за совесть, за свой долг, но всегда приятно, когда твое руководство, твой директор Марина Елена Геннадьевна ценит твой труд и ценит твои старания, твой вклад в культуру в целом. Центральное событие Дня клубного работника 2022, чествование тех, для кого профессия, приносить людям радость от общения с творчеством, стало смыслом всей жизни. Церемония награждения открылась словами благодарности от губернатора Тверской области Игоря Рудени. Уважаемые участники торжественного мероприятия, поздравляю вас с Днем клубного работника Тверской области. Этот праздник напоминает о высоком значении вашего труда для сохранения выдающегося культурного наследия Верхневожья и всей России, сбережения традиций и ценностей нашего народа. Благодаря вам в регионе реализуются яркие творческие проекты, раскрываются таланты и способности жителей. Вы вносите неоценимый вклад в эстетическое и нравственное воспитание молодежи. Чествование лучших из лучших продолжилось отраслевыми знаками отличия. Среди них 15 соискателей премии и номинации «Лучшее культурно-досуговое учреждение», находящиеся на территории сельского поселения Тверской области. Так награду получила Любовь Пономарева, которая уже более 20 лет работает в Доме культуры Ромешковского района. Она признается, профессию выбирала по душе и за любви к людям. У нас очень дружный коллектив. При нашем Доме культуры работает кружок умелой ручки. Также у нас имеется хор, родник, где мы выступаем, ездим по всем нашим домам культуры. Все делаем для нашего поселения, чтобы было уютно в нашем клубе, чтобы они проводили мероприятия с большим удовольствием. Среди обладателей лучший клубно-работник 2022 художественный руководитель Тверского областного дворца культуры пролетарка Анастасия Цатенко. Около 20 лет назад именно с ее подачи, а точнее молодых студийцев, младшей группы кино-видео-студии пролетарка родился фильм «Где наш день». И спустя некоторое время, а точнее 11 июня 2003 года на уровне региона вышло постановление, провозгласившее рождение уникального в своем роде Дня клубного работника в Тверской области. Мы задумались о том, почему нет вообще праздника для культурно-досуговых учреждений, для работников культурно-досуговых учреждений. И руководитель видеостудии Юрий Фимович решил снять об этом фильм с нашим участием. И мы как раз были теми участниками фильма, которые приставали к людям, спрашивали, нужен ли день. Мы получили первое место на областном фестивале с этим кино. И, наверное, после этого кино поднялась острая проблема. Почему же нет? В качестве украшения торжественной церемонии творческие номера подготовлены лучшими коллективами Твери и Тверской области.